Приветствую вас! С позиции психологии можно такое поведение охарактеризовать как свидетельство наличия проблем у мужчины, значит, за свою девушку. То есть, конечно, мало информации для того, чтобы говорить о том, что вы спрашиваете более конкретно. Но я думаю, что у молодого человека, не у вашего, а у того, про которого вы пишете, есть проблемы с девушкой. Девушка, его девушка, чем-то его не удовлетворяет. И это неудовлетворение он пренсирует на вас. Возможно, он рассчитывал, что вы будете его любовницей. Возможно, он рассчитывал, что вы согласитесь быть на вторых ролях. Возможно, вы как-то вот неосознанно давали ему это понять, то есть мой мужчина, мужчина по какой-то причине для себя так понял и сделал соответствующие выводы. А сейчас, когда он настроился, значит, на то, что вы будете любовниками, значит, вы ему даете отворот-поворот. И это для него убирает возможность реализовать то, что он не может реализовать со своей девочкой. Вот. Следовательно добавляется вина за то, что он сделал. Правда, конечно, то, как он противовоспрощения, это, ну, мягко говоря, странно, но это уже скорее та модель общения, которая между вами принята. Здесь я не думаю, что можно давать оценочное суждение. Вот. Значит, вы пишите, что я до сих пор не могу с этим смириться. Вот с чем именно вы не можете смириться, а не очень понятно. Либо с его отношением к вам, как он себя ведет, либо с тем, что он сделал в отношении вас. И в таком случае это травма, психотравма, которую нужно пролечивать отдельно. Это вопрос уже один. Но, как бы, любовь, любовь к вам с его стороны, это все-таки на втором месте, на мой взгляд. Потому что люди, которые любят, они все-таки вот так не поступают, как поступил этот мужчина. Вот. Потому что любовь предразумевает все-таки немножко другое направление эмоций и другое направление поведения. Поэтому с точки точки зрения психологии, первое-это то, что с вами происходит, является сублимацией. Это вот, прям, с первых, первое. Плюс, значит, недостаточно вас впить, низкие довольно моральные принципы этого мужчины. Потому что у вас по сути изменились в своей Ну а на втором месте стоят какие-то чувства, но эти чувства связаны скорее не с любовью, опять же, а с желанием самоутвердиться, то есть мужчина за ваш счет пытается самоутвердиться таким образом и использует для этого все средства, которые у него есть. То есть это и лошкает вас, да, то есть заботится, проявляет видимость заботы и в то же время довольно легко тоже с вами обращается. Вот. Вот на первом месте саблимация, на втором месте самоутверждение и на третьем месте любовь. Я вам скажу, что если это любовь, то это какая-то особенная немного, может быть, извращенная любовь, которая, ну, может быть, мужчина думает, что он вас любит, но в действительности это не любовь. То есть, может быть, действительно у него самого, в его сознании, в его восприятии все так, как вы говорите, да, что он вас любит, он действительно может верить в то, что он вас любит и действительно может считать, что его останавливает ваш молодой человек, его друг, но по его поведению, по его поступкам это не любовь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.